«Читайте с нами, читайте сами» – таков девиз акции «Читаем разом», которая в 12-й раз прошла в стенах Гродненской областной научной библиотеки. Эта акция была основана для того, чтобы взрослые и дети вспомнили или познакомились с произведениями белорусских классиков в бессмертном литературном наследием страны. Здесь уже звучали из уст школьников, студентов и видных людей города тексты, вышедшие из-под пера Колоса, Купалы, Богдановича, Мицкевича. В этот раз за одним столом всех собрали стихи Аркадия Кулешова. В этом феврале было 105 лет со дня рождения белорусского классика. Гэта вельми цікавый поэт, який заставил после себе багатую вспадчину литературную. И ён юбиляр 2019 года. Аркадий Кулешов – это народный поэт Беларуси. Гэта вогуля человек вельми с цікавым лёсом. А свой самый знакомитый верш «Бывай», який выконвали потом на ансамбль «Песняры», и он написал у 14 годов. Поскольку Аркадий Александрович прошёл Великую Отечественную войну и видел те страшные события своими глазами, среди его произведений немало посвящённых войне. Его стихи выделяются особенным настроением. В простых минорных фразах кроется глубокий смысл и трепетное отношение к людям и событиям. Это и стремились передать декламаторы его стихов на акции «Читаем разом». Листая его книгу со стихами, почему-то зацепила меня стихотворение «Баллада о четырёх заложниках». Готовясь к этому мероприятию, я домой принесла книгу Кулешова. И моя дочь посмотрела, сказала, мама, почему Кулешов? И в итоге вся семья моя перечитала книгу Кулешова. Разве это не есть хорошо? Кроме войны, писал Кулешов и о том, что понятно и близко каждому. О любви. Его известное произведение «Бывай», которое он написал совсем юным и которое в своё время песниры положили на музыку, также звучало среди прочитанных на мероприятии. А в конце акции это является доброй традицией. Её участники все вместе прочли одно из произведений Кулешова. Субтитры подогнал «Симон»